Хех, время настало. Салам, друзья, меня по-прежнему зовут Саша. Как вы все знаете, или не все, 6 октября 2019 года я запустил флешмоб, который вовлекает вас, мои друзья, из Кыргызстана, из Казахстана, а также из других стран, в мир творчества известного писателя Чингиза Тарикуловича Айтматова. Мне было очень приятно получить этот подарок 4 месяца назад. От кого подарок, я вам не скажу, пускай для вас это будет небольшим челленджем. Попробуйте найти это видео про этот подарок у меня на канале 4 месяца назад. Дерзайте. После того, как я получил этот подарок, я задался одним вопросом. Почему же Чингиз Айтматов такой популярный? Я подумал, а что если дать вам всем возможность проявить себя и попасть ко мне в видео, чтобы вы показали то, как вы цените своих героев? За 2 месяца, которые идет этот флешмоб, у меня было снято уже 3 видео. Вот они, 1, 2 и 3. И за это время мы прочитали целых 3 отрывка Чингиза Тарикуловича Айтматова. Ну а теперь о самом интересном. Наш флешмоб поддержало аж 4 информационных издания. Такие как Малимат КГ, вот пост в инстаграме, ссылка в описании сможете тоже найти. Также Лимон КГ, вот этот пост, он кстати на русском, я его полностью прочитал, огромное спасибо. Ссылка опять-таки находится в описании. Также наш флешмоб поддержали Азатык, вот этот пост, огромное им спасибо. Кстати, друзья, кто помнит, с Азатык у меня даже была передача. Если что, ссылку оставлю в описании, сможете посмотреть. Очень крутое видео. Также Ньюз КГ, вот этот пост, огромное спасибо, тоже на русском, ссылка в описании. Всем изданиям огромнейшее спасибо за поддержку нашего флешмоба. Айтматов Форевер. Ну а самую большую благодарность в канун 91-летия со дня рождения Чингиза Айтматова. Кто не знает, это произойдет 12 декабря. Я хочу высказать моим друзьям из Кыргызстана и Казахстана, которые активно принимали участие в флешмобе Айтматов Форевер. Вы мои герои. Давайте же вместе посмотрим, как это все было, от начала и до конца. Я открываю, Настяш, окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В веснеющем голубоватом сумраке я сматриваюсь. Стюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотворимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. Это каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина еще только замысл. Я не стройник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Но не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе. Нет, просто мне думается трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Также трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. В этот раз я изменяю своему правилу. Я хочу во всеуслышание заявить, а вернее поделиться с людьми своими мыслями по еще не написанной картине. Это не прихоть, я не могу поступить иначе, потому что чувствую мне... Одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, это история, побудившая меня взяться за кисть. Кажется, мне... ...настолько огромный, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести и боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у Мольберта. Не пожалеете, жаростая сердце. Подойдите поближе, я обязана рассказать эту историю. Бывают такие родники в горах. Проляжет новая дорога, тропа к ним забывается. Все реже заворачивают туда путники, напиться воды. И родники понемногу зарастают мятой, да и жвикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике, да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет. Давно никем не затуманенная прохладная вода, необыкновенные чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы. И подумает тот человек, что грех не знать такие места. Надо и товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза. Вот так иной раз и в жизни бывает. Но на то она, наверное, и есть жизнь. Бывают такие родники в горах. Проляжет новая дорога. Тропа к ним забывается. Все реже заворачивают туда путники, чтобы напиться воды. И родники понемногу зарастают. Мятой, да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике. Да свернет к нему с большака. Пока в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место. Раздвинет заросли и... Тихо ахнет. Давно неким незамутненная прохладная вода. Необыкновенной чистоты. Боразит его своим спокойствием. И глубиной своей. И увидит он в том роднике. И себя. И солнце. И небо. И горы. И подумает тот человек. Что в грехе не знать такие места. И надо товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза. Вот так иной раз и в жизни бывает. Он понимал, что перед лицом бесконечности простора человек в лодке ничто. Но человек мыслит. И тем самым восходит к величию моря и неба. И тем утверждая себя перед вечными стихиями. И тем он соизмерим в глубине и высоте миров. И потому пока человек жив, духом он могуч, как море и бесконечен, как небо. Ибо нет предела его мысли. А когда он умрет, кто-то другой будет мыслить дальше. А следующий еще дальше. И так без конца. Он понимал, что перед лицом бесконечности простора человек в лодке ничто. Но человек мыслит. И тем восходит к величию. Море и небо. И тем утверждает себя перед вечными стихиями. И тем он соизмерен в глубине и высоте миров. И потому пока человек жив, духом он могуч, как море и бесконечен, как небо. Ибо нет предела его мыслей. А когда он умрет, кто-то другой будет мыслить дальше. От него и дальше. А следующий еще дальше. И так без конца. Вот тогда, в детстве, мне впервые пришлось, не то что довелось, пришлось, начать свою трудовую деятельность. Вот. Я учился в шестом классе, в Шекере. У нас школа была на краю селения, на Бугру. Вот. Мы, ну, как могли, так сказать, успевали, занимались. И входят двое стариков, Ахсахалов, которые, значит, вошли в класс и попросили учительницу остановить урок. И сказали, что мы хотим забрать вот этого вот паренька. Вот. Потому что он нам нужен. У нас нет никого, кто мог бы исполнять службу секретаря сельсовета. Сельсовета. Представляете? Я вот. Оказался, значит, тем самым, да. И в 14 лет я уже работал секретарем сельсовета. Сейчас это немыслимо. 14-летние, совсем другие, так сказать, люди, другое мировосприятие, другое мышление им дано. Вряд ли они смогут быть. В сотни раз больше, да. Нет, могут быть просто, если заставить жизнь. Но жестокость тогдашняя бытия, так, она заставила меня. И вот я начинал свою, так сказать, трудовую деятельность свою с 14 лет в качестве секретаря сельсовета. Довольно большое, во-первых, селение у нас было, так вот, где-то около 500 дворов. Значит, это минимум 2000 человек населения. И там у сельсовета своя служба, свои всякие оформления и так далее, и так далее. И вот мне пришлось тогда познать, что такое народная судьба. Потому что я видел, я каждый день общался с людьми, я вынужден был все воспринимать. Война не просто подвергла испытанию нашему, но она подвергла огромным, так сказать, мукам и мучениям вот тогдашних людей. Мне все это осталось в памяти. Например, Джамиля, моя повесть, первая повесть, лицом к лицу, материнское поле. Это все оттуда идущие произведения. Все взятое из жизни. Еще раз огромнейшее вам спасибо, мои друзья, которые поддержали этот флешмоб. И тем, кто имеет смелость заявить о себе словами классика. А также еще раз огромное спасибо новостным изданиям. С днем рождения, Чингис Тарикулович. Память о вас жива. Память о вас жива.